Каждый день для участников фестиваля медиатворчества Братина проходит насыщенно. Журналисты посетили знаменитую свято-троицкую Сергиеву Лавру, одно из главных мест православного паломничества. Я не могу сказать, что в Сергиевом Посаде живут какие-то особо духовные люди. Нет. Но я точно вам могу сказать, что, например, переехать из Сергиева Посады, уехать и забыть практически невозможно. Тут есть нечто такое особенное, что формируется, наверное, тоже, глядя на Троицу Сергиеву Лавру. И мы ее не замечаем, те, кто живут здесь. Но я совершенно убеждена, что она, так сказать, прошита у нас внутри, поскольку она всегда рядом. Здесь вообще, кстати, очень хорошо думается. У нас недаром сюда приезжало огромное количество умыслителей. Понимаете, что самое интересное? Вот было, например, два лагеря в 19 веке, западники, славяны, филы. Люди, которые порой ненавидели друг друга до побледнения. И те, и другие приезжали сюда, в Троицу Сергиеву Лавру, набраться сил. Вы представляете, как преподобные умеют примерять и те, и другие лагеря. Поэтому вот так хочется, чтобы мы в этой любви всегда соединились. Вот прямо соединились и не забывали про это. Тема СВО сейчас очень звучит, и лучами от нее расходятся как бы все грани патриотической темы. И это веление времени. Что бы вы посоветовали с точки зрения профессии? Да вы знаете, больше думать, больше пахать. И обязательно думать не только о том, что ты хочешь сказать, а о том, кто это хочет услышать. Также во второй день фестиваля творческую встречу «Русские маяки» с участниками Братины провел заслуженный деятель искусств России, поэт Влад Маленко. Добавлю, что цель фестиваля Братина – сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирование чувства патриотизма и профессиональная поддержка региональных теле- и интернет-компаний. Субтитры создавал DimaTorzok